Игорь Гурьянов Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и то, что действительно волнует, радует или беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Три квартиры, три квартплаты. В городе растет число должников за коммуналку, имеющих две и больше квартир. Статистика была озвучена на аппаратном совещании. В режиме ручного управления глава города едва ли не ежедневно инспектирует ход строительства парка у Вечного огня. Смотрите, кто пришел в магнитогорскую полицию, возглавил подполковник полиции Сергей Меркулов. Единство целей и приоритетов в городской общественной палате обсуждали ситуацию на социальном фронте. Как минимум неожиданно корпоративный календарь ПАО ММК украсят лучшие его представительницы в компании с лучшими собаками города. Так вот о людях, с чего мы так дерзко начали сегодняшний обзор. На этой неделе всем нам выпала очередная возможность побыть людьми и вспомнить, что слово «мы» гораздо больше слова «я». И судьба одного старого доброго художника нас волнует гораздо больше цифр на счетах и биографий начальников. В магнитогорской картинной галерее на этой неделе продолжила свою работу выставка продажа картин магнитогорских художников. Все средства, полученные от их реализации, будут направлены на лечение директора детской художественной школы Леонида Эслингера. О том, что Леонид Андреевич серьезно болен и ему необходима срочная дорогостоящая операция в Москве, сообщили его коллеги, которые обратились к магнитогорцам с просьбой помочь спасти жизнь этого замечательного человека. Одними из первых на этот призыв откликнулись художники города, которые вместе с педагогами школы решили организовать большую благотворительную распродажу своих работ. Такого единодушия художественная среда магнитки не видела, пожалуй, давно. На призыв принять участие в выставке продажа откликнулось более 80 магнитогорских художников, в числе которых были замечены такие мэтры живописи, как Эдуард Мэдер, Владимир Некрасов, Михаил Паскребышев. Приняв условие не поднимать цены выше 10 тысяч, художники наделали в городе много шума. В первый же день на выставке было продано более 100 полотен. Уже еще до открытия галереи стали приходить люди, которые узнали об этом, стали проситься на выставку. Конечно же, мы всех пустили. И буквально за час до полдвенадцатого у нас уже не осталось ни одной работы. И вчера в процессе приносили еще и еще и еще работы, которые мы тут же вывешивались, покупали. В общем, такая живая экспозиция получилась. А чем понравились пейзажи? Ну, они очень такие захватывающие, яркие. Смотрятся контрасты. Хорошая работа, да? Да, мы очень понравились. Сотрудники картинной галереи признаются, на их памяти, пожалуй, это первая выставка, чья экспозиция меняется ежедневно. И каждый раз есть и на что посмотреть, и что выбрать. Художники не мелочаться, приносят по-настоящему оригинальные авторские работы, многие из которых могли бы завоевать призовые места на выставках международного уровня. На Руси традиционно, собственно, человек попал в проблемную ситуацию, человек попал в беду, и миром ему помогают. Собственно, в России всегда так было. Поэтому у меня даже мысли не было, чтобы не принять участие. Как-то вот он располагался к себе. С ним можно было на любую тему поговорить, он мог поддержать разговор. И самое главное, что очень мало кто умеет делать, и умеет слушать, не только говорить. Не отстает от мастеров и молодая поросль. Свои лучшие работы на выставку представили нынешние ученики и бывшие выпускники Леонида Ислингера. Считая, что основой их сегодняшних успехов является именно качественное художественное образование, полученное в Магнитогурской школе, многие из них сегодня стремятся к то, чем может помочь своему учителю. Вот, например, вчера пришла бабушка выпускницы, которая в настоящее время, будучи студенткой какого-то высшего учебного заведения в Санкт-Петербурге, сейчас находится на стажировке в Италии. Вот, и поэтому они, конечно же, с благодарностью относятся вообще к школе, о том, что у ребенка сейчас вот такое вот будущее интересное. Тоже приняли участие, бабушка пришла, принесла деньги. Приходят, приносят деньги и мало знакомые с Леонидом Андреевичем люди. Коллеги и друзья Леонида Ислингера очень надеются, что общими усилиями удастся собрать нужную сумму и подарить жизнь человеку, который 30 лет посвятил тому, чтобы сделать детскую художественную школу города одним из лучших учреждений России, открыв новые горизонты огромному числу магнитогорских ребятишек. Мы призываем всех откликнуться, не быть равнодушными и внести какую-то лепту в наше общее дело. Мы хотим, чтобы подарили все надежду на выздоровление Леониду Андреевичу. Мы в это верим, мы надеемся и мы хотим, чтобы это было так. Продолжим обзор событий в штатном, что называется, режиме. Долги по оплате коммунальных услуг будут списывать с банковских карт и счетов неплательщиков. Какие еще санкции применятся к должникам, как работают с населением управления ЖКХ городской администрации и уменьшается ли сумма задолженности. Об этом шла речь на очередном аппаратном совещании. Также на повестке дня был вопрос борьбы с нарушителями правил благоустройства города. 95,5% населения Магнитогорска, чьи дома обслуживают единый расчетно-кассовый центр, исправно оплачивают коммунальные услуги. А социальные личности – владельцы двух и более квартир, не проживающие в них, а также граждане, взявшие несколько кредитов. Это те, кто по данным управления ЖКХ чаще всего накапливают долги. Цифры озвученные сегодня на аппаратном совещании в городской администрации говорят о том, что неплательщиков становится только больше. Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг на 1 октября 2017 года составила 1 млрд 524 млн рублей. Большую долю задолженности 54,6% составляет задолженность за отопление и горячее водоснабжение. Начисление пенни, отключение от инженерных сетей, взыскание долгов через суд – такие санкции применяются к неплательщикам. Нововведением стала возможность списания задолженности с банковских карт и счетов. Активнее работать с населением и постараться не допустить роста задолженности с началом отопительного периода. Такое поручение дал своим подчиненным заместитель главы Виктор Нижегородцев. Еще один доклад, который заслушали на аппаратном совещании, также касался темы коммунальной. Начальник управления охраны окружающей среды рассказала о выявленных в городе, начиная с сентября, на нарушениях правил благоустройства. Четыре протокола было заставлено по факту сжигания отходов. 12 протоколов было заставлено за недослежащее содержание, зафламление территории. Выдано 41 приписание по устранению выявленных нарушений. Сейчас в городе в рамках благоустройства идет работа по озеленению. Саженцы появляются не только в парке Увечного огня, где идет масштабная реконструкция. Работа ведется сейчас по всему городу. До конца декабря мы высадим еще почти 4 тысячи деревьев и кустарников. Весомый вклад внес и металлургический комбинат, организовав акцию тысячу деревьев детям. Прозвучал Магнитогорский металлургический комбинат и в докладе, который подготовило Управление по физической культуре, спорту и туризму. На базе спортивного клуба «Металлург Магнитогорск» учреждение ПАО ММК. В этом году был создан центр тестирования ГТО, ставший первым немуниципальным в области. Начиная с 2017 года к сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне» приступило взрослое население. Более 750 человек, трудоспособного населения и людей старшего возраста выполнили нормативы комплекса. А в 79 уже присвоены знаки отличия. Также на аппаратном совещании не оставили без внимания тот факт, что в нескольких районах Башкирии введен режим ЧС из-за выявленных случаев ящура. В соседней территории Башкортостана зафиксирована вспышка ящура. Я обращаюсь ко всем жителям, что нужно исключить покупку мяса из тех неспециализированных местах. Надежда Кинаш, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Выровнять холмы и бугры в лесопосадках и убрать горы мусора. Глава города Сергей Бердников в очередной раз побывал в парке у Вечного огня и проверил, как идут работы по реконструкции. Замечаний подрядчики получили немало, но обещали за неделю все исправить, несмотря на сложные погодные условия. Ход работ по реконструкции парка у Вечного огня глава города контролирует лично. Еженедельно он совершает рабочие встречи, высказывает замечания и пожелания подрядчикам. С момента прошлой такой инспекции прошло меньше недели и сделано за это время было немало. К примеру, активно продолжаются работы по озеленению. Высажены первые 40 сосен. По периметру дорожек появились кусты кизильника. Подготовлены посадочные места под бордовый барбарис. Он будет окаймлять центральную аллею. Также в скором времени в парке появятся 50 сибирских елей и 20 лиственниц. С сегодняшнего дня начнут высаживать голубые ели. До конца октября все работы по озеленению будут закончены. Большое внимание было уделено и вопросам благоустройства парка. Дополнительно уже стоянка готова на 100%. Еще одна стоянка будет на этой неделе. Мы ожидаем, если нам погода поможет сделать. Подведет мы ее и закончим. Все три парковочные стоянки будут у нас уже готовы. Ростовая возле тыла фронта монумента полностью закончена. Аллея ближайших стадионов тоже закончена. Сергей Бердников по традиции обошел каждую дорожку в парке. Интересовался всем от уровня стоков до количества уличных фонарей. Большое внимание по традиции уделил качеству уложенного асфальта. Кстати, в этом вопросе все оказалось не так гладко. Асфальт должен быть. У тебя море, волны. Волны. Здесь же жиловики ездили. Неровности везде и всюду Сергей Бердников посетовал на то, что в лесопосадках одни бугры и овраги. Гулять там будет просто невозможно. Ну что, вот как вот какие-то эти колмогоры, ну как? Ну вот если здесь красиво смотришь, все да. А там через лесу. Недоволен остался городоначальник и тем, что бордюрные камни почему-то установлены не везде, где положено, да и транспортная развязка в парке оставляет желать лучшего. Люди не будут соблюдать никаких ваших знаков, если они будут противоречить здравому СССР. Понимаете, вот человек будет с крюком ходить, да не будет он. Он будет ходить нарушать, будет стоять на движении, но он все равно не пойдет вот этот крюк. Убирай бордюры оттуда, убирай эту дорогу. Вот с верхней стоянки пусть вливание идет, а здесь прямо в стоянке сбоку. Подрядчикам на исправление всех недостатков Сергей Бердников дал ровно неделю. Евгений Солхудинов, Влад Набиев, телекомпания ТВИН. Как видим, реконструкция парка у Вечного огня идет полным ходом. Одновременно со строительством сейчас уже начались работы по озеленению. Большинство зеленых насаждений, которые росли здесь раньше, уже засохли, либо от отсутствия внимания со стороны человека превратили парк в непролазную чащу. Вернуть в это знаковое для города место уют помогут новые деревья и кустарники. Запланировано, что только кустарников будет высажено порядка 12 тысяч. Это пузыреплодник, барбаристский зильник. Лиственные породы необходимо посадить до начала холодов. После рабочие приступят к активной посадке хвойных деревьев. В настоящее время уже высажены также деревья хвойных пород. Это сосна обыкновенная, также ель сибирская порядка 32 штук, лиственницы около 20 штук. Также здесь запланирована высадка голубых и ели колючей. Работы по озеленению будут продолжены и в следующем году. Весь посадочный материал был закуплен и выращен в Свердловской области, а это значит, что он должен хорошо адаптироваться к уральским погодным условиям. Кроме того, по словам специалистов Управления охраны окружающей среды и экологического контроля, на все саженцы производитель дает двухлетнюю гарантию. На этой неделе Управление образования администрации города подвело итоги акции «Тысячи деревьев детям». Инициатором ее проведения стал Магнитогорский металлургический комбинат, чье руководство в Готэкологии решило провести масштабное озеленение детских образовательных учреждений Магнитогорска. На пресс-конференции, инициированной Управлением образования, журналистам сообщили, что для участия в акции были отобраны в основном те детские учреждения, где в прошлом году была проведена массовая вырубка старых, отживших свой срок деревьев. Охват заведений получился довольно внушительный. Озеленение территории было проведено в 43 детских садах и 34 школах города, где было высажено более 500 саженцев ясени обыкновенного и астролистных кленов. Саженцы достаточно большие, то есть возраст саженцев примерно 6-7 лет и саженцы 1,5-2 метра. Породы адаптированы к условиям нашего региона и имеют высокую приживаемость. Мы думаем, что все деревца приживутся у нас. На приобретение тысячи саженцев Магнитогорский металлургический комбинат выделил около полутора миллионов рублей. Кроме того, еще 600 тысяч рублей было потрачено ММК на проведение работ по высадке и поливу растений. Думаю, никому не нужно объяснять, насколько значима такая акция для нашего промышленного города. И в современных условиях весьма важным является проблема оздоровления городской среды. Мы выражаем огромное спасибо Магнитогорскому металлургическому комбинату и лично Виктору Филипповичу Рашникову. И мы надеемся, что эта акция станет доброй традицией, которая позволит сделать наш город более чистым и красивым. И в продолжение темы. 15 тысяч дворов будет благоустроено в 2017 году по всей стране в рамках программы «Городская комфортная среда» инициированной партией «Единая Россия». В Магнитогорске участие в проекте принимает 61 двор. Будут отремонтированы проезды, уложен асфальт, оборудованы парковки, установлены урны, лавочки, детские игровые площадки. На эти цели из бюджета всех уровней направлено 96 миллионов рублей. Работы идут в полную силу. Понаблюдать за ходом ремонта во дворе собрались жители домов, расположенных в районе пересечения Ленинградской и Ленина. Насколько они довольны тем, что происходит? Все благополучные дворы счастливы одинаково. В бытовом же неустройстве каждый двор несчастен по-своему. Здесь во дворе, образованном домами 16, 16,1,18 по Ленинградской и 51,51,1 по Ленина, основной бедой были постоянные подтопления. Вода не утекала, а образовывала болотистую лужу. Ну и нехватка парковочных мест, конечно. Газонов под окнами во дворе практически не осталось. Вот, смотрите, знакомая картина. Узнав о том, что «Единая Россия» инициировала проект «Городская комфортная среда», жители решили, это их шанс. Однако это сейчас просто говорить, жители решили. На самом деле процесс был достаточно горячий. Ну, споры, разговоры. Все, естественно, очень переживали за то, что будет ли сделано. И какая сумма, поскольку смета еще не была составлена, а только шел разговор о том, что и как делать. В спорах рождалась истина. Постепенно пришли консенсусы. В первую очередь нужно обустроить парковочные места, заасфальтировать двор и привести в порядок детскую площадку. Обратились за поддержкой к своему депутату. Это было обращение жителей вот этих домов, близлежащих, которые образуют этот двор. Инициатор хороший. Есть Мария, которая всех собрала, всех провела собрание. Все формальности, скажем так, оформила. Все предоставили. И благодаря администрации и города, и Ленинского района вот эта работа такая большая и проводится сейчас. Благодаря нашему старшему дома, вот ее инициативе, она своим временем не считалась, целыми днями была вот на этой площадке с рабочими. Так что работа нормальная. Практика показывает, что там, где есть неравнодушные люди, болеющие душой за свой дом и двор, дела всегда решаются быстрее. Таких активистов в этом дворе было несколько, но одной из самых ярких звездочек стала Мария. Мария, еще раз молодцы, спасибо. Такие были вы, если жители активны, у нас однозначно было порядка больше. Да не так уж трудно, а главное, чтобы люди не боялись. Потому что люди боятся софинансирования, например. Софинансирование 3%, вы уже слышали об этом, 3% от стоимости работ. Есть работы, которые бесплатны для жильцов. Например, освещение, скамейки, урны, дворовые проезды, ремонт дворовых проездов. Это для жильцов бесплатно. А все остальное, детское оборудование, допустим, парковки, они очень материально затратные, ремонт детских площадок полностью, это все софинансирование, 3%. По предварительным подсчетам, сумма, которую жители увидят в квитанции, будет максимум 300 рублей с квартиры, единоразово. Было собрано и поступило из бюджета всего более 3 миллионов рублей. На эти деньги был положен асфальт, сделаны карманы. В ближайшее время установят лавочки, урны, элементы детской площадки. К тому же жители избавились от старых полугнилых тополей. Здесь у нас площади асфальтирования, наверное, самые большие в городе. Порядка 850 квадратных метров – это парковочных пространств. 1600 квадратных метров – это восстановление асфальтового покрытия проезжей части. И 200 с лишним метров тропинок, дорожек, тротуаров. То есть сейчас вы наблюдаете, что на стадии завершения у нас уже восстановление дорожного покрытия. Завтра планируется все работы, связанные с асфальтом, на данном квартале полностью закончить. Результат уже виден, и он будет еще лучше. Мы над этим еще будем работать, еще будем доделывать. Конечно, приятно. Жители уже запланировали, где посадят сирень, рябинки, дубки, где разобьют цветник. Практически все дворы, которые попали в программу этого года, городская среда, работа асфальтовая заканчивается. И ждем уже со дня на день прибытия детских спортивных площадок. Жители показали активность весной этого года, и включено все, все их пожелания. Сегодня они видят своими глазами, что сделано. В следующем году программа «Городская комфортная среда» будет продолжена. Ваш двор тоже может принять в ней участие. Все вопросы по этому проекту вы можете задать по телефону горячей линии «Единой России» 25 00 25. Галина Смирнова, Александр Макаров, телекомпания ТВН. Федеральные программы, партийные проекты, многомиллионные транши. Все разбивается в дребезги, если над подъездом не горит лампочка. Горожане жалуются, что в своих дворах света белого не видят. На придомовых территориях, детских площадках, хоккейных коробках они не наблюдают фонарей. С наступлением осени, когда с каждым днем солнце садится все раньше, первыми тревогу забили родители школьников. Детей на учебу они отправляют в темноту. Кто должен заниматься освещением кварталов? Посмотрите, как у нас темно в квартале. Свет есть только над подъездами. Не освещается ни детская площадка, ни хоккейная площадка. Только днем можно увидеть все то, что перечисляет автор этого видео. Детскую площадку, пешеходную дорожку, через весь двор хоккейную коробку. На этот квартал, образованный четырьмя домами с номерами 59, 59 дробь 1 и дробь 2, 61 по улице 50-летия Магнитки, не приходится ни одного фонарного столба. У нас вот мамочки с детьми ходят с садика по темноте, дети в школе ходят. Почему мы должны жить в такой темноте ходить? У нас на седьмом этаже живет, у нее сын. Избили битыми, все отобрали у него. Он еле живой домой дошел. Опасаясь за жизнь свою и детей, жильцы в первую очередь обратились в управляющую компанию. В ЖРЭУ-8 пояснили, в их зоне ответственности дома. Здесь у жителей претензий нет. Лампочки над подъездами меняются регулярно. В прошлом году установили на крыше прожектор для освещения хоккейной площадки. Работает только зимой, потому что за потребляемое им электричество рассчитываются жильцы. Мы сами не можем ничего сделать, кроме гусаков, освещения у подъездов. Территорию, в смысле квартал, осветить мы сами, своими силами не можем. Лишнего мы не повесим, потому что это все освещение ложится на общедомовое освещение, и оплачивается жителями. Еще весной жителям предложили участие в программе «Комфортная городская среда». В перечне работ по ремонту дворов по этой программе есть установка дополнительного освещения. Но жильцы желания участвовать не изъявили. К тому же фонарные столбы им бы все равно не установили. Освещение есть, предусмотрено, но, я же говорю, в связи с тем, что он долгосрочный, мы не можем выполнить эту программу. Возможности нет сделать за год, экспертизу пройти и проект выполнить. В администрации Рженикидзовского района пообещали отреагировать на обращение жителей и постараться привлечь городскую администрацию к решению проблемы отсутствия освещения во дворах. Надежда Кинаж, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. На смену Сергею Богдановскому, который возглавил региональное управление уголовного розыска, начальником ОМВД России по городу Магнитогорску назначен подполковник полиции Сергей Меркулов. 13 октября в здании управления прошла церемония инаугурации. Представил личному составу нового руководителя, начальник главного управления МВД России по Челябинской области, генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев. Я поздравляю Сергея Борисовича с назначением на должность начальника ОМВД по городу, вручаю удостоверение, желаю успехов, ажиативно сражения. Подполковник полиции Сергей Меркулов окончил Дальневосточный юридический институт, прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя отдела Верхнебуриинского района ОМВД России по Хабаровскому краю. С 2015 года возглавлял ОМВД России по Верхневуфалейскому городскому округу Челябинской области. Андрей Сергеев отметил, что на сегодняшний день новый начальник Магнитогорского ОМВД является одним из опытнейших руководителей территориальных органов внутренних дел региона. Хочу поблагодарить вас за оказанное высокое доверие и со своей стороны заверить, что приложу все усилия для выполнения тех задач, которые ставит перед нами руководство главного управления по охране общественного порядка и защите прав и законных интересов жителей города Магнитогорского. Глава города Сергей Бердиков отметил, что городское управление полиции работает удовлетворительно и выразил надежду, что новый руководитель оправдает оказанное ему доверие. Я уверен, что Сергей Борисович сегодня, наверное, привнесет что-то свое. В конечном счете, я еще раз подчеркиваю, все это должно работать на город, на наших садов жителей. После официального представления Сергея Меркулова начальник главного управления МВД области принял участие в пресс-конференции. В частности, он ответил на вопросы журналистов о результативности ежемесячно проводимой операции «Ночь» и о принимаемых мерах реагирования на сообщения о нарушении закона о тишине. Генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев отметил, что этому закону только предстоит заработать в полную силу. И вот эта вот временная пауза между пресечением, между регистрацией, между составлением, между рассмотрением в суде порой составляет до недели. Нам такое пресечение правонарушений в этой сфере не нужно. Мы за адекватность и быстроту, оперативность реагирования, вот тогда почувствуют именно те лица, которые от себя противопоставляют. Андрей Рыжков, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВН. И в продолжение темы правопорядка. 7 октября определился победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый». Им стал старший участковый уполномоченный отдела полиции «Ленинский» у МВД России по городу Магнитогорску, капитан полиции Александр Ишимов. Теперь он будет представлять наш регион на заключительном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования на сайте газеты «Комсомольская правда». О работе и планах «Народный участковый Южного Урала» рассказал в нашей съемочной группе. «Мы даже чай у меня с ним пили. Два дня чай пили. Честно говорю. Правда, понравился мне молодой человек. Очень знающий, обнимающий». Такую оценку добропорядочных жителей поселка Новосеверный Александр Ишимов заслужил ежедневным трудом. Сейчас под его чуткой опекой еще и поселок Железнодорожников. Получается более 2000 человек. До многих надо дойти. И с недавнего времени в помощь участковому новый УАЗик. «Патрульная машина стала ходить буквально каждый день. Жители видят каждый день. И молодые люди, я сама лично видела, группа шла молодых людей, он остановился и с ними беседовал. У нас поселок вроде бы как спокойный, но приходят к нам разные отовсюду». Пришлые, бывает, озаруют, говорит Александр. Однако и среди местных криминального элемента хватает. Процент, может, и не очень большой, но считается-то он от общего числа поселковцев. «Более 2500 человек подопечных, подскажу. Вот среди них есть люди, которые добропорядочные, так скажем, и не очень подразумевают. То есть, кто-то с тюрьмы освободился, кто-то бытовой хулиган». Каждому у Александра свой подход. Участковый уверен, слабину в общении с асоциальными гражданами давать никогда нельзя. Будет порядок и не будет головной боли у начальства. «Все проблемы решаются здесь, на корне. Туда мы мусор не уносим». И поэтому каждый день, наряду с законопослушными жителями, в зоне его внимания – хулиганы. Результаты общения и с теми, и с другими бывают весомые. «У нас проблема такая получилась на поселке. Вот у граждан начали воровать аккумуляторы. То есть, граждане идут, жалуются. То есть, соответственно, принимали меры. Поехали в кунг приема металла, скажем, приема аккумулятора. Нашли, то есть, похищенный аккумулятор, вышли нашли от преступника, тем самым, как бы раскрыли определенную серию. Люди остались граждане, граждане остались довольны, как скажем. После чего гражи прекратились». Итоги регионального этапа голосования конкурса «Народный участковый», конечно, радуют Александра. Ксения Евсеева – одна из тех, кому «Народный участковый» благодарен за один из 763 голосов в его поддержку. «Я желаю удачи Ишимову Александру Ивановичу, чтобы он победил, но он и так победил уже». Кстати, о победе. Вполне возможно, Александр будет кататься на автомобиле марки «УАЗ» не только по служебным делам. Приз для Всероссийского конкурса «Народный участковый» предоставляет Ульяновский автомобильный завод – автомобиль «УАЗ Патриот». Судьба этого приза, конечно, зависит от активности голосующих, а у капитана полиции – свои заботы. «Работать, работать и работать, конечно. Будем работать, и будет там карьерный рост и прочее, прочее». Андрей Рыжков, Владимир Ровенский, телекомпания «ТВИН». «Я б в полицию пошел, пусть меня научат». В рамках работы Школы правовых знаний и деловой коммуникации, существующей на базе Магнитогорского академического лицея, прошел мастер-класс сотрудников пресс-службы городского УВД. Изюминки происходящему добавило то, что главными участниками мастер-класса наравне с полицейскими стали магнитогорские журналисты. Молодые журналисты на встрече с коллегами из полицейской пресс-службы оказались не просто так. В Школе правовых знаний и деловой коммуникации, новом, но достаточно амбициозном проекте лицея, они на первых ролях. В его рамках воспитанники учебного заведения общаются с действующими сотрудниками и ветеранами полицейской службы, юристами, правоведами. В теории и на практике узнают о своих правах и существующих в государстве законах. В этот раз ребята узнали, как информация о криминальной обстановке на улицах города становится достоянием СМИ, о чем можно говорить в беседе с журналистами, как преподносить конфиденциальную информацию и многое другое. Мы будем рассказывать лицеистам о том, чем занимаются полицейские, чтобы они представляли в дальнейшем, если выберут правоохранительную деятельность, вообще структуру и всю систему полиции, не только города Магнитогорска, но и вообще в целом системы МВД. Безусловно, это сложная работа, она требует много времени, они отнимают очень много сил, и меня привело к этой работе, моя мечта, я хочу стать журналистом или корреспондентом. Вслед за пресс-службой в беседу с лицеистами вступили городские журналисты. Сотрудник государственной телерадиокомпании Андрей Подольский призвал ребят к самообразованию и равнению на классику. Представитель канала ТНТ Иван Маслов рассказал о том, что частенько журналисты в поисках интересных новостей вертятся, как белка в колесе. Его коллега Дмитрий Федотов поведал о тонкостях операторской работы. Редактор выпуска новостей телекомпании ТВИН наглядно продемонстрировал, что все в журналистике зависит от точки зрения автора. Криминальная хроника, произошло убийство, подозревается лиса, она съела колобка срочного выпуска. Это тоже колобок, по сути дела, но это уже криминальный колобок. Теоретические разговоры подкрепились яркой практикой. В студийных павильонах телекомпании ТВИН лицейсты увидели, как и с помощью каких средств записываются программы и интервью с сотрудниками правоохранительных органов, а также сами побывали в роли ведущего и интервьюера. Первый опыт не вышел комом, впечатлений у лицеистов осталось массом. Грядущие уроки школы расскажут ребятам о других аспектах и тонкостях работы сотрудников полиции, в частности, о работе психолога МВД. Станислав Юдин, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН. Неформальным педсоветом называют выездное совещание директоров магнитогорских школ и их встречу с руководством комбината и депутатского корпуса. Традиционно на таких встречах обсуждают, как начался учебный год, подводят итоги летней ремонтной кампании, не забывают и отдохнуть, и поблагодарить шефов. В этом году, как и в прошлом, и в будущем, львиную долю нагрузки по летним ремонтам взял на себя металлургический комбинат. Как самых дорогих гостей встречали педагогов в нон-стопе в развлекательном центре дома отдыха Абзакова, на втором этаже которого уже все было готово к приему. Такого рода встреча еще и лишний повод поблагодарить педагогов за титаническую работу по подготовке школ к началу учебного года. Такой своеобразный педагогический сабантуй. Год начали, процесс пошел, можно ненадолго расслабиться. Развлекательный сегмент Абзакова постарался на славу, пока одни увлеченно катали шары по дорожкам боулинга, другие пытались проследить за манипуляциями наперточника. Да-да, вы не ослышались, относительно нечестный способ отъема денег у населения перекочевал с рынков и вокзалов в развлекательные центры, что, собственно, только разожгло задор в глазах умудренных педагогов. Уставшие, но довольные, директоры растягивались в банкетный зал. Наши встречи уже стали традиционными и, безусловно, они позволяют нам с вами вот в такой непринужденной обстановке обсудить те результаты, которые мы достигли совместные и поставить некие планы на будущее. Поэтому я бы хотел поблагодарить вас от лица Митогорского экологического комбината за ту поддержку, за ту, безусловную, поддержку, которую вы оказываете всем инициативам, которые исходят из комбината и исходят от городских властей. Содружество металлургов и учителей в год экологии оказалось плодотворным, говорили ораторы, но на следующий год задачи также стоят непростые, причем по многим параметрам. Но пока есть время немного отвлечься. Уважаемые братья и сестры наши, дай Бог, чтобы у нас всех все было хорошо и в этом году, и в новом году. Но потом будут танцы медленные, быстрые, что наши уважаемые депутаты любят. Депутатский корпус, представленный навстречу во всем многообразии уровней танцам, предпочтел живое общение с директорами. Текущих вопросов всегда не в проворот. Впрочем, и танцы не заставили себя долго ждать. Хорошее настроение педагогам продолжили делать творческие коллективы Дворца Рженикинга. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания «ТВ». Заведующая кафедрой естественно-математических наук Магнитогорского городского многопрофильного лицея при МГТУ имени Носова Елена Билибенко в этом году признана одним из лучших педагогов Челябинской области. Она вошла в число 50 работников образования, ставших лауреатами премии Законодательного собрания за добросовестный и безупречный труд, высокое профессиональное мастерство и создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. Ко мне сдавать зачет с Вера, Лева и Настя занимаются своими местами сейчас. Остальные у вас на парках лежат задания. Мы с ними уже работали на прошлых уроках. То есть вы пока занимаетесь самостоятельной работой. Елена Александровна Билибенко человек, чья мечта сбылась. И вся ее жизнь профессиональная и личная, а как по-другому, озарена этим свершившимся когда-то фактом. Профессия это была моя мечта с детства. То есть вот это действительно так, как я вам говорю, потому что я дома играла только в школу. Я закрывалась в комнате, у меня были воображаемые ученики. До реальных учеников, мальчишек и девчонок со взором горящим нужно было пройти определенный путь. Елена Александровна говорит, что учительство изначально привлекло ее возможностью объяснять и рассказывать, что конкретно и кому такой вопрос не стоял никогда, потому что всегда вела нашу героиню звезда по имени математика. Тема у нас озвучена применение метода координат к решению задач. Это просто фантастический метод. Посмотрите, насколько он упростил бы решение этой задачи. Мама у меня прекрасно считает. Она работала продавцом в свое время. Тоже, наверное, с детства это было. Я маленькая считала на счетах. То есть математика, она присутствовала в моей жизни постоянно. Ну плюс, конечно, это учитель. Полищук Лера Ивана, к сожалению, ее уже нет с нами. Бывший директор 39-й школы, это мой учитель математики, она с 4-го класса была. Наверное, конечно, это она в душу мою это влила, потому что я очень ее люблю, любила. Был пример для меня, она заразила математикой и, собственно говоря, самой учительской профессии. Елена Александровна с отличием окончила Магнитогорский педагогический институт. В этой, сначала школе номер 57, а с недавних пор многопрофильном лицее при МГТУ она трудится уже 14 лет. Учитель по призванию говорит, что ей ни разу не пришлось разочароваться в своем выборе. Ну я их люблю, вот, понимаете, общение с детьми, оно, наверное, позволяет ощущать себя очень даже молодой. Я знаю, да, какие-то вот их новые веяния, там, какие-то модные вещи, и сама в теме оказываюсь с молодыми. Ну не знаю, это здорово, у меня никогда ученики, которых Елена Александровна заражает любовью к царице всех наук, проникают с этим чувством и к его носителю. Когда я решаюсь с дочкой с Еленой Александровной, мне становится все понятным, и когда Елена Александровна объясняет, то это очень интересно слушать. Она все силы уделяет нам, ученикам. Я ни разу не видел ее не работающей, скажем так. Она всегда в работе. Елена Александровна это именно очень высокая, классный профессионал, который постоянно повышает свою трудовую деятельность, повышает свою квалификацию. И это все отражается на знаниях ее учащихся. Они поступают в престижный вуз России. Но самое, что интересно, это и очень хороший человек, к которому тянутся люди, к которому хотят учиться учащиеся. Это достойный человек, который может представлять нашу Челябинскую область. Мы ей гордимся. На награждение в законодательное собрание области Елена Белебенко поехать не смогла по уважительной причине, поэтому медаль лауреата премии ей еще предстоит примерить, но осознание того, что ее труд оценили коллеги-профессионалы, уже давно согревает сердце учителя. Конечно, здорово, когда ты трудишься в удовольствие, работа просто приносит удовольствие, но если еще и со стороны это видят и ценят твой труд, ну это вообще замечательно. Андрей Рыжков, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Годовой отчет благотворительного фонда «Металлург» отнесен к категории «Серебряный стандарт» по итогам 8-го Всероссийского конкурса публичных годовых отчетов социально ориентированных некоммерческих организаций «Точка отсчета». Проводит его форум доноров при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации, Комитета общественных связей города Москвы в партнерстве с Агентством социальной информации и Центром «Благосфера». О том, что годовой отчет благотворительного фонда «Металлург» занял первое место среди отчетов НКО Челябинской области, директор фонда Валентин Владимирцев объявил в конце мая на совещании по подготовке ко Дню защиты детей. Тогда же было сказано, что фонд примет участие во Всероссийском конкурсе. Мы отправили, в общем-то, анкету о своей организации и ссылку. То есть мы должны были показать, что он доступен для всех, кто в медийном пространстве сейчас общается, для всех жителей Российской Федерации. Данная, ну можно сказать так, награда, данное признание это гордость нашего коллектива. Надежда Борисовна подчеркивает годовой отчет итог работы всего коллектива. В нем отражены все программы благотворительного фонда, его участие и победы в конкурсах. Подобные отчеты готовятся специалистами фонда «Металлург» с 2006 года. Во Всероссийском конкурсе фонд участвует впервые. По его итогам каждому из участников присвоена одна из четырех категорий. Базовый уровень, бронзовый, серебряный и золотой стандарты. Заявок на участие в конкурсе было подано ни много ни мало 244. И серебряный стандарт фонда «Металлург» говорит о главном. Это говорит о том, что наша организация, как некоммерческая организация, достаточно прозрачно, доступна. Вся информация о ней доступна для любого жителя нашей страны. Самое главное это признание нашего труда. Это его оценка того, что все сотрудники, волонтеры нашего фонда делают для наших жителей, граждан города Магнитогорска и прилегающих сельских районов. Есть серебряный стандарт, есть надежда на золотой, потому что продолжается реализация всех бессрочных программ благотворительного фонда, в частности, забота и луч надежды, направленные на оказание материальной и медицинской помощи неработающим пенсионерам и инвалидам. Не сбавляет оборотов и комплексная программа «21-й век детям Южного Урала», реализуемая совместно с Челябинским отделением Российского детского фонда. В работе благотворительного фонда «Металлург», как и главного его партнера, Магнитогорского металлургического комбината, перебоев не наблюдается. И, конечно же, у нас уже огромная работа ведется по подготовке следующих мероприятий. Это День матери, День инвалида и самый замечательный праздник с большим количеством подарков – это Новый год. Андрей Рыжков, Алексей Гондаренко, Олег Карпенко, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. В Магнитогорске более чем на треть сократилось число детей, проживающих в госучреждениях, иными словами, сирот. Эта информация прозвучала из уст начальника управления социальной защиты населения Ирины Михайленко в ходе отчетного доклада перед членами городской общественной палаты. И это далеко не единственное достижение работников городских социальных служб. Заслушивание отчетных докладов начальников ключевых управлений администрации в общественной палате уделяют максимально пристальное внимание. Именно информация из первых рук позволяет общественникам вырабатывать ряд рекомендаций в адрес чиновников, направленных на оптимизацию той или иной сферы городской жизнедеятельности. В случае с управлением социальной защиты это еще и практически полное совпадение целей и задачи приоритетов. Собственно, палата и создавалась прежде всего, чтобы координировать действия власти по защите обездоленных. Тем более, что у председателя палаты Валентина Федоровича Романова более чем 30-летний опыт работы в этой области. Система социальной защиты это по сути дела единственный реальный рычаг выравнивания стартовых возможностей разных категорий граждан и реальной помощи всем категориям обездольных. Векторы приложения силы управления социальной защитой разнообразны, как сама жизнь, как и целевая аудитория. Здесь и убежавшие из дома подростки и освобожденные из мест заключения. Многодетные семьи и дети-сироты. Люди, как пишут в документах, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации и те, кто из этой ситуации и не выходил. О работе со всеми этими категориями Ирина Николаевна и рассказывала, подкрепляя свой доклад бюджетными выкладками, прогнозами и анализом текущей ситуации. Население города Магнитогорска на сегодняшний день составляет 417 563 человека. Почти 30% Магнитогорцев это граждане пенсионного возраста. 30, потому что дальше будут дети. Дальше будут дети. На учете в управлении социальной защиты состоят 124 497 граждан пенсионного возраста. Из них 97 818 человек имеют льготы федерального и регионального значения и 26 679. Это те, которые пользуются льготами только на муниципальном уровне. Особое внимание членов общественной палаты привлекла та часть доклада, где рассказывалось и ситуации с детьми и сиротами. Сегодня, докладывала Михаиленко, в Магнитогорске сложилась устойчивая тенденция к сокращению этой категории. Дети обретают новых родителей или опекунов, на треть освободились места в детских домах и интернатах. По другим направлениям Магнитогорская соцзащита также в лидерах, о чем не мог не сказать председатель палаты, подытоживая услышанное. Рекламировать, подавать публику, чтобы горожане знали, что в вас шевелится. Понимаешь, дай Бог всем доброго здоровья, как я говорю, лет до старости, без старости. Всех благ! Игорь Гурьянов, Владислав Гусев, телекомпания «ТВИН». Во Дворце культуры металлургов Серго Джаникидзе состоялась 24-я отчетно-выборная конференция Городского совета ветеранов, в ходе которой были подведены итоги работы за 4 года, определены планы на будущее и избран новый председатель. Несмотря на официальный статус, атмосфера на конференции была близка к домашней, такой, какая бывает на встрече старых друзей. Праздничности добавляла и выставка, которая расположилась в фойе. Она была посвящена юбилею. В этом году Магнитогорскому городскому совету ветеранов исполнилось 50 лет. Сегодня в рядах движения состоит 107 тысяч человек. Она включает три районных совета и 381 первичную организацию. В прошлом году Магнитка заняла третье командное место в областных соревнованиях среди ветеранов. Двое представителей Магнитогорска имеют звание почетных ветеранов Челябинской области. Один из них – Николай Соколов. За активную работу в ветеранском движении я уже 16-й год председатель Совета ветеранов 300 магнитостроя работы. И до этого был в качестве заместителя председателя Совета ветеранов. Ну а сейчас постоянно занимаюсь с ветеранами. Где-то у нас около 3000 пенсионеров. Оказание социальной помощи людям старшего поколения, вовлечение их в спорт, творчество, активную социальную жизнь – главные цели городского Совета ветеранов. Все больше становится секций, все больше кружков художественной самодеятельности, все больше и больше работает кружков по интересам. И мы этим гордимся, мы работаем. Работаем по месту жительства, работаем на предприятиях. И поэтому многие ветераны чувствуют себя хорошо. Члены Совета ветеранов – постоянные участники военно-патриотических воспитательных мероприятий в детских учреждениях. И не только. Актив движения – верные помощники городской администрации. Самое активное участие вот именно в тех реальных делах, которые сегодня мы реализуем в городе. А вы видите, нам в этом году удалось сделать очень многое по городу. И точно хочу сказать, что в том числе благодаря вам. За последний год резко вырос реальный статус нашего городского Совета ветерана с точки зрения делания добрых дел. Отродно осознавать это и городская власть – это приветствие. За заслуги и вклад в развитие и процветание Магнитогорска в адрес Совета звучали добрые слова. Когда мы говорим о городской среде, и спасибо главе города Сергею Николаевичу, администрации города, то, что сегодня строится парк. Хороший парк. Но изначально я хотел бы напомнить, что это вы настояли на следственном парке. Мне остается пожелать вам всего доброго и здоровья, чтобы дальше показывали пример молодому поколению, как надо жить активно и любить свой город. По итогам совещания актив Совета единогласно вновь утвердил главой Александра Андреевича Макарова. Ну а в завершении встречи состоялась церемония награждения грамотами и благодарственными письмами разных уровней. В том числе благодарственное письмо Магнитогорского городского собрания депутатов получил коллектив телекомпании ТВИН за освещение материалов о развитии ветеранского движения. Павел Грюсенев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Наши стреляют лучше всех. В августе текущего года чемпионом России по практической стрельбе из пистолета стал магнитогорец Алексей Попов. Он выиграл у своего земляка-наставника, одного из основоположников практической стрельбы в России, Николая Оншина. Примечательно, что и отец чемпиона прекрасно стреляет. На семейной тренировке в стрелковом клубе «Витязь» побывала наша съемочная группа. Внимание! Задача стрелка, выполняя определенные упражнения, набрать максимальное количество очков за минимальное количество секунд. В классе «Стандарт» Алексей Попов справляется с этой задачей лучше всех в России. Спортсмен доказал это на августовском чемпионате в Екатеринбурге. То, что там произошло, называют революцией. Алексей сместил с первой ступени пьедестала своего наставника Николая Оншина, восьмикратного чемпиона России. Законную гордость за сына испытывает Сергей Викторович Попов. Именно он привел когда-то Алексея в стрелковый клуб. Теперь сын, профессиональный спортсмен, тренируется с отцом. Сергей Викторович также постоянно принимает участие в соревнованиях. Крайнее прошло в Тольятти в начале октября. В завершении сезона для меня прошло удачно, потому что я набрал от первого места 75%. Для меня это очень хорошо. По итогам этого выступления я занял второе место. И наша уральская команда заняла общекомандом первенстве второе место, пропустив вперед только команду Архангельской. Успехи магнитогорских стрелков – закономерность. Ведь и сама практическая стрельба, как вид спорта, зародилась в городе Металлургов. Поэтому ничего удивительного в том, что руководят Федерацией практической стрельбы и России, и Челябинской области магнитогорцы. В России развитие практической стрельбы пошло с магнитогорска. Все по праву считают магнитогорск альма-матер практической стрельбы. Это Крючин Виталий, Кондрух Анатолий, Оншин Николай, которые закладывали, скажем так, зерно, и вот выросло такое дерево. За последнее время у нас все с мастерой спорта, только в магнитогорске. В эти дни чемпион России по практической стрельбе Алексей Паков в стенах стрелькового клуба «Витязь» готовится к новым соревнованиям. Поддерживая форму, спортсмен отстреливает из своего верного Чизета до 5000 патронов к листу. Чизет 75 «Тактикл Спорт». Это пистолет 40-го калибра, 40 с митвесом. Он, скажем так, наиболее надежный из всех вариантов пистолетов. Поэтому выбор пал на него. Его достаточно легко обслуживать. И он редко меня подводит на соревнования. На следующей неделе я лечу в Москву на пятый этап Кубка России. Это ближайший матч. После этого матч в Екатеринбурге. Это финал Кубка Архангела Михаила. Он же у нас считается Кубком Уральского федерального округа. Вот будет финал. И после остается еще один серьезный матч. Это финал Кубка России. Андрей Рыжков, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Воспитание гармонии у женщин и собак. Примерно так, перефразируя название известного фильма, можно передать суть события, подготовки к которому мы уже рассказывали. Речь идет о корпоративном календаре ПАО ММК, в котором славы металлургическому гиганту будут добавлять его сотрудницы в компании с собаками. И вот обе части проекта, модели девушки и братья наши меньшие, одинаково сложно управляемые, сошлись в одном месте. Что из этого вышло, кроме фотокарточек, в нашем репортаже? С первого кадра, снятого нашим оператором, стало понятно. Будет непросто, очень красиво и в известной степени эпатажно. Так, как и должно фотографироваться на календарь. Мы даже первую фразу репортажа заготовили. В том смысле, что коридор офисного центра оглушал собачий лай. Отнюдь. Собаки были спокойнее, чем этого опасались организаторы. Поговаривают, что светильники этой фотостудии видели даже лошадь. Что там десяток собачек? Задачу останавливать коня на полном ходу перед девушками не ставили, но сложностей хватало. Во-первых, партнеры по съемкам. Далеко не каждая участница фотосессии имеет опыт общения с четвероногим другом. Во-вторых, сам процесс съемки. Если это посерьезнее, чем выложить в какой-нибудь инстаграм, то процесс фотографирования сложная и трудоемкая работа для всех участников проекта. Вот собаки прекрасные, вы вообще классные. Ярче, Марина, я чуть-чуть пониже, Марина, подбородок. Марина, не улыбайся, ты очень красивая. Да, да, да. Так мощно фотограф мотивировала двух близняшек. Компанию им составили вот эти очаровательные таксы. Мама и дочка. Воспитанницы нашей коллеги Юлии Никифоровой. Опытная заводчица, Юля души не чает в своих питомцах и всецело приветствует такие мероприятия, искренне считая, что общение с собакой – это любовь в чистом виде, без малейшей примеси корысти, особенно со стороны собак. Это ведь почему звери были так спокойны? Все просто. Они воспитанные. Общением с большим количеством людей, собственной породистостью, участием в выставках. Все меньшие братья – воспитанники Магнитогорского клуба служебного собаководства. Огромный респект организаторам фонду «Я женщина». Проект интересный чем? То есть красота женщин и гордость кинологии Магнитки. Потому что клуб служебного собаководства Магнитогорский подобрал для участия в этом проекте однозначно только лучших собак с хорошей выставочной карьерой, чемпионов, титулованных. Ждем, что получится. Собаки, люди, каблуки и поводки с намордниками, косметички и баночки с кормом – все смешалось кучу в этом арт-яралаше, каким, наверное, и должен быть любой творческий проект. Но без слаженной организации веселый беспорядок быстро превращается в унылый бардак, что точно не входило в планы фонда «Я женщина», которым руководит еще одна наша коллега Марина Сергеева. Она же автор и идейный вдохновитель проекта «Дама с собачкой». Говорит, буквально поражена той сознательностью, с которой собаки подходят к порученному делу. Насколько выдают фотографию этой позы, и действительно кадр, они знают, что делают. Хотя, казалось бы, вот девчонки у нас, они не модели абсолютно. Поэтому получается все очень хорошо. Четко, в срок, ну и, конечно, все выглядят просто потрясающе. Добавим, это была чистовая фотосъемка. Наиболее удачные кадры уже точно украсят корпоративный календарь, который увидит свет в самом начале следующего года. Будет ли проект продолжен в том же формате в год змеи, покажет время. Местное. Игорь Гурьянов, Александр Макаров, телекомпания «ТВИН». И в завершение выпуска вернемся к первой теме – помощи художнику. Ведь еще неизвестно, кто кому помогает. Мы ему, болезнь преодолеть, или он нам, человеками, оставаться. Увидимся там же. Время местное. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, в понедельник 23-го октября нас ожидает пасмурная погода, преимущественно без осадков. Утром замерзающий туман. Ветер северо-восточный с переходом на северный – 1,5 метров в секунду, в порывах до 10 метров. Температура воздуха ночью – минус 4, минус 5 градусов, днем – от нуля до плюс одного. Субтитры создавал DimaTorzok